Я вот знаю, Ира, приоткрою тайну, что ты одно время встречалась с рэпером Оксимироном. Ну и знаешь слово Оксимирон. Так вот, я как раз Оксимирон такое придумал. К нам в гости пришел тот, кто пригласил нас в гости. Немножко сложно. Саша, Саша, да. Поэтому я предлагаю сразу же двинуться к гостю. А за то, что ты тут мои тайны раскрываешь, поговорим потом. Не бойся, я больше никому не буду. Итак, сегодня в студии у нас Ирина Изотова, директор по маркетингу и продажам Greenwood Development. Именно, напомню, что именно она нас пригласила в гости, в это уютное место. Постелила, собственно, посеяли настоящую траву, по которой мы зеленые ходим. В общем, за все спасибо вам. И посадила цветы. Доброе утро. Цветы вырастили мы сами, кстати. Но тогда мы создали что-то другое, без чего бы они не случились. Безусловно, вы создали ту атмосферу, за которую, я думаю, благодарны и мы, и наши телезрители. И первый вопрос, ну, наверное, такой традиционный, как началось ваше утро нового дня? Вы знаете, мое утро сегодня началось в таком трепетном сердечном ритме, потому что меня ждала встреча с вами. И, в общем-то, благодаря этому нашему проекту весь месяц мое утро начиналось именно так, с тревоги и с мыслью о том, все ли хорошо у ГТРК Крым на нашей крыше. Ну, я знаю, что не вы одна с такой мыслью просыпались, а у вас была целая большая команда. Команда, да. Совершенно, ребят, если вы мне позволите сегодня выразить свое глубокое признание команде бренда Альфа, особенно Олефе Полищук, которая явилась затейником и вдохновителем всего этого проекта, я буду очень рада это сделать. Сервисная компания «Лидер», которая обеспечивала вам техническую возможность организации, да и весь наш грин, вот мы наблюдали за этим с особым волнением, потому что для нас такое содружество, такое партнерство – это огромная честь и большая ответственность. И весь этот месяц вот мы находились в таком трепетном ощущении причастия к большой красивой истории, с которой начинается утро нового дня у нашего полуострова. И благодаря этому причастию мы и сами погрузились в какие-то моменты, доселе нам недоступные, из которых состоит телевидение. Мы увидели какой-то большой и классный труд и вас благодарим за то, что вы свою жизнь и утро своего дня посвящаете тому, чтобы мы просыпались с хорошим настроением. Я хочу сказать, добавить с нашей стороны, что тоже благодарность выразить, ведь на самом деле столько людей поучаствовало. Ну вот, открою маленькую тайну, для того, чтобы организовать один эфир утро нового дня, задействовано около 20 человек. Здесь, в АСБ, так называемой студии, откуда выдаются. Но и от вашей компании тоже много людей. Это те люди, которые нас встречали, которые открывали нам подсобные помещения. Каждое утро. Которые пускали нас в уборную и так далее. Большое всем спасибо. Это такое закулисье, которое очень часто выпадает из той красивой картинки, над которой работает творческая группа. Но я очень признательна вам по-человечески и профессионально за то, что вы отдаете себе отчет в том, что без вот этих вот маленьких бытовых мелочей технических, все это чудо под названием прямой эфир с крыши живого комплекса «Альфа» был бы менее успешен. Ирина Владимировна, насколько я знаю, в принципе, для Крыма это уникальный проект. И такого больше не было, но, надеюсь, будет. Ну, хорошо, что это говорите вы, потому что мне неудобно настаивать на этом. Но это действительно уникальный опыт, когда телевизионная компания и бизнес придумывают такую площадку, создают такую локацию. И благодаря ей появляется новая творческая атмосфера у проекта. И я понимаю, что эту традицию надо поддерживать. И на самом деле у нас в городе много таких мест, откуда вы бы смотрелись весьма удачно. Но при этом я буду очень рада, и вся наша команда будет очень рада принять вас в очередной раз, если вы захотите. Конечно, хотим. Я должен отметить, что во многом мы движемся впереди планеты всей. Наш канал, надо сказать, считается действительно одним из самых сильных региональных. Но такой картинки, какая была у нас на Утре Нового дня, нет даже на федеральных каналах. Давайте победим в каком-нибудь конкурсе в этой сезоне. Если бы было бы хотим, мы об этом задумывались. Есть ряд конкурсов телевизионных, где действительно мы свой проект представим, потому что, повторюсь, это эксклюзивно. Жалко только, что никакой проект не может передать вот этот волшебный воздух Крыма, который особенно поднимает настроение. Конечно. Утром, проснувшись, придешь на крышу, настроение просто автоматически поднимается. Я всегда восхищаю с вами, ребята. Как можно в такую рань, ни свет, ни заря, быть уже такими бодрыми и абсолютно работоспособными? Называется профессиональная деформация. Ну, адаптация профессиональная. Но я должен сказать, что вот мы сколько наблюдали, гостей у нас было премногое количество. Ни одного человека, который был на крыше, не было такого, который бы не подошел к проемам этим прекрасным и не сфотографировался бы на фоне этого вида. Да. Ну, видите, это все очень здорово и завораживает. Я сама каждый раз прихожу сюда, и ощущение такого, что жизнь удалась, и получилось сделать что-то такое и многоэтажное, и красивое, и полезное, это очень сильно заряжает. Скажите, а какие-то, может быть, у вас есть идеи относительно еще проектов совместно с нами? С вами? С нами. Я вам скажу, без ложной скромности, мы монополисты. Ребят, вы просто лучшие и, наверное, единственные в своем роде, поэтому все возможные форматы сотрудничества, которые будут нам доступны, мы с удовольствием будем реализовывать, потому что нам и как бизнесу, и как активным участникам жизни полуострова, нам всегда есть что рассказать и, наверное, куда позвать сообщество. Я не так давно была в гостях у вас в программе «Экономика», сегодня я уже второй раз в вашем эфире, но на самом деле очень много возможных проектов, которые украсили бы информационное ваше пространство и привлекли внимание к тому, что любая деятельность, любой бизнес – это всегда почва и источник для творчества. Понимаете, вот мы с вами на ровном месте придумали такой проект, и мы с огромным удовольствием, всеми своими мозгами, всеми своими творческими возможностями будем с вами участвовать. Елена Владимировна, осталось буквально 30 секунд. Я вас очень прошу обратиться ко всем телезрителям, пожелать хорошего дня, поблагодарить еще раз тех, кто остался там за кадром, команда, которая стоит за нашими спинами. Дорогие друзья, мой обожаемый Крымский полуостров, мы сегодня с вами уже на закате лета, в теплых лучах нашего солнца, встречаемся в эфире телеканала «Крым». Я хочу пожелать всем счастья и прекрасного настроения. Я хочу поблагодарить всех людей, которые относятся с любовью к своему делу. Что бы вы ни делали, строили ли бы вы Альфу «Ни свет, ни заря», как наши сотрудники, обеспечивали ли вы выход в эфир, утро нового дня. Я благодарю вас за то, что вы трудитесь, что вы делаете это с удовольствием и вдохновением. И я желаю вам продолжать не уставать и быть просто счастливыми. Спасибо большое. Спасибо большое, да, мы благодарим вас. Огромное спасибо вам, ребят. И напоминаем, что сегодня в студии была Ирина Изотова, директор по маркетингу и продажам Greenwood Development.